Здрасте. Давай я скажу за себя сама. Окей, что-то смешное, просто доброе, забавное. Сможешь? Оп, оп, оп. Я постараюсь. Все время ходим и ржем. Я за то, чтобы юмор, он радовал. Мы же сатира. Беразка, беразенька. Что? Может ты чуть не понимаешь? Это, ну, нормально. Я вот хочу тебя посадить. А? Что? Маленькие репрессии. К этой теме мы еще обязательно вернемся. За кулисье кипит. Как-то так здорово складывается. Вот. Классненько. Привет, Марина. Привет. Спасибо, что ты такой жаркий день. Согласилась. Аккуратно там стена. Да, это нормально. Я периодически буду спотыкаться. Это вполне в духе моей затеи. Скажи, пожалуйста, в следующем году будет 10 лет. Юбилей в комедии. О-о-о. Ничего себе. Я это, да, узнавал. Расскажи, какие у тебя вообще ощущения? Ты не устала от постоянных шуток, постоянно изображать кого-то? Мне уже когда-то в жизни было 10 лет. Это было занятно. Но того момента я не помню. А вот 10 лет в комедии, действительно, это спасибо, что ты мне сказал. В 2009, да, зимой, получается, мы спели в конце осени зимой «Хоп мусорок». Не шей мне срок, машина зингера иголочку сломала. Это был первый мой номер. Мы сделали его с ребятами, с моими друзьями из Питера. Мои друзья дружили с Сашей Незлобиным, а у него как раз был бенефис. Я бухал с проститутками, сегодня снова пойду. И нужны были музыкальные номера. И вот мы вот решили такую, значит, историю сделать. Я тогда приехала, отснялась в этом номере. Потом меня в тот же день, поскольку снимается несколько программ в день, попросили, слушай, а вот здесь вот надо, ну, просто девушкой выйти, вот что-то сказать сможешь. Я говорю, я постараюсь. Сыграла в одном номере, во второй сценке вышла, еще что-то. И уезжала как раз с таким ощущением, что, ну, спасибо большое. Я первая девушка, которая была в мужском шоу, рейтинговом, классном. Спасибо, до свидания, это было здорово. Потом вдруг позвонили, говорят, слушай, а у нас там есть еще одна идейка. Я приехала, отснялась и сказала, ну, все, спасибо. Сама себе, конечно, сказала, мне мозгов хватило никому это больше не говорить. Это было прекрасно, второй шанс, браво. Я девушка, которая дважды появилась в мужском шоу. Спасибо, всего хорошего. То есть я вообще не думала, что я там зацеплюсь надолго и как-то так получится. Но, в общем, комфортное существование, мне кажется, оно дало себя знать. И мы вот так уже, да, 10 лет, я с ребятами, ребята со мной. Как-то так здорово складывается. Вот ты упомянула нетленку, хоп-мусорок, который ты прекрасно исполнила в джазово-блюзовом варианте. Она актуальна всегда. Ее слушать можно не только сидя, в этом ее плюс. Есть такой еще момент, что мы, конечно же, сделали ей свою обработку, и много слов я из нее выкинула, которые не собиралась произносить со сцены, да и в жизни вообще. И самое забавное, что где-то лет через шесть после этого номера в аэропорту Домодедово ко мне подошла девушка, брюнетка такая в очках, говорит, Марин, здравствуйте, мне так понравилась ваша версия песни «Хоп-мусорок». Я говорю, ой, спасибо большое, да, приятно. Она говорит, вы знаете, я же просто как раз из группы Воровайки, а группа Воровайки – это коллектив, который первый исполнил эту песню. Я вижу твои глаза культурного человека, который вообще не знал, что эта песня существовала. Ты думала, мы эту песню сочинили? Нет, мы ее переработали. Нет, я не знал, что это исполняют Воровайки. Я знал про эту песню, но я не знал исполнителя. То есть это группа, в которой, значит, я так понимаю, за несколько лет сменилось некоторое количество участниц, но так или иначе репертуар примерно оставался неизменным. Это как «Виагра» только. Но репертуар другой, да. Мы-то просто перепели, сделали свою версию и вложили в нее чуть больше драмы, что ли. Как бы чуть больше актерского какого-то смысла. Но мы, на самом деле, дурачились от души. Мне кажется, и люди ее благосклонно очень восприняли, потому что с другой стороны посмотрели на всем известную блатную песню. Настолько страна Россия – это страна про юмор. Если, ну, обобщить. Ну, здесь, я думаю, всегда было и будет над чем посмеяться. Много очень неглупых людей, которые способны понимать иронию в свой адрес, в чужой адрес. Да нет, ну, здесь все с этим в порядке. Мне кажется, с каждым годом становится все лучше и увеличивается насмотренность. То есть люди посмотрели, что показывают за рубежом, на чем там смеются. Что-то приняли для себя, что-то нашей культуре никогда не будет близко. Это здорово. Мне кажется, что развитие у этого дела есть, и юмор будет жить, и кормить, и радовать. Сколько ты еще планируешь примерно вот в этой стезе быть? Потому что я вот вижу, наблюдаю, что ты, ну, это ты раньше делала, но больше в сторону телеведущей. Так я когда телеведущая, ты думаешь, я совсем там не иронизирую? Не-не-не, я видел твои завтраковые всякие выпуски, и ты там отжигаешь по полной. Мы ведем прямую трансляцию с кухни, где Евгения Кулик мешает Артему Лосеву. Еще и не все входит в программу. Обрезает еще, да. И план Б тоже не все вошло. Привет, загорелый человек. Привет, привет. Поздравляю с равномерным загаром. Юмор или телеведущая, что сейчас для тебя вот ближайшие, не знаю, пятилетки преимущественно? Я не разделяю этого. Ну, это органика моя. Ну, то есть если у меня нормальное настроение, и у меня уже мозг заточен на то, чтобы замечать какие-то несоответствия, какой-то абсурд вокруг, что-то смешное, просто доброе, забавное. Это, ну, нормально. У нас уже у всех так голова работает. И мне кажется, это даже не только у людей, которые в юморе, скажем так, зарабатывают, но это просто вот люди, у которых там, не знаю, более-менее широкий кругозор, более-менее им интересно, что вокруг происходит. Вот это у всех такой навык, он, наверное, вырабатывается. Поэтому мне это просто органично, мне нравится шутить, юморить. И когда я ведущая, мне дается, значит, больше еще свободы это делать. Когда я в камедии на сцене, мне это дается делать в рамках образа, в котором я выхожу в той или иной миниатюре. Вот. И на самом деле у нас ребята все такие вот в камедии, я имею в виду, что мы не грустные клоуны. То есть нет такого, что мы на сцене, ахахаха, здрасте, а в жизни потом уходим. Вот и все, сцена, ты отдал все зрителю. Это самая вообще, мне кажется, нечестная позиция. Безусловно, мы нормальные люди, у каждого есть свои какие-то дела, нерешенные задачи или вопросы, над которыми надо сейчас подумать, там семьи, ответственность и так далее. То есть это не значит, что мы все время ходим и ржем. Но это нормально, что мы искренне подходим к рабочему процессу, сочиняя шутки, представляя их предпубликой и просто в жизни тоже создаем атмосферу радости. В компании, в хорошей особенно, я тоже не зажимаюсь и могу что-нибудь такое вставить, что прям люди посмеются. Да, язык у тебя острый, это я знаю по своему примеру. Ну, прости. Не-не, это отлично, это очень круто. И я вспоминаю свою реакцию, когда ты там что-то шутила, я догонял через секунду десять, наверное, что ты меня только что стиванула. Я такой такой, блин, она же меня посетевала. Я поняла, зачем ты затеял этот проект. Чтобы монтировать и как будто ты сразу все схватываешь. Да, 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 я тебе пятьдесят секунд, я могу обрезать. Давай делаем несколько кадров, я очень хочу тебя вот что-нибудь вот здесь вот прислонить, только без шапки. Пожалуйста, да, без проблем. Да, и с языком. Я не знаю, насколько тебе будет комфортно без шапки и с разрёпанными волосами. Сейчас посмотрим. Я бы еще какой-нибудь делала кадр, там, знаешь, вот эти все лампочки. На самом деле так себе зрелище, мне вообще не очень нравится вот эти все. Так себе зрелище? Не нравится тебе? Ой, а мне он нравится. Вечером очень красиво. Ну, не знаю. Может, ты что-то не понимаешь? Не догоняю в этой жизни явно. Так, а давай только сумочку отложим? Тогда надо, чтобы ее кто-то держал. Да, это, конечно, не фотосессия для Максима, где ты снималась, там, я не знаю, как мне, точнее, не для Максима, а тебя же признавали. Я для Максима никогда не сниму. Нет, нет, погоди. Тебя же Максим признавал вроде топ-20 самых сексуальных или что-то такое. Ой, да, да, это смешно. Да, было, было, да. Чуть можешь, пожалуйста? Это уже года четыре. Как? Я им очень благодарна. А может, чуть-чуть? Березка, березенька. Да, в одном фотошопе... Березка, березенька. Подрисуем. What are you doing here, березенька? А, что? Подрисуем березу вместо столба. Только столб, если что, вот он. Береза и столб – это невероятно. Я тебе что-то начала говорить очень интересное и забыла. Ээээ... не знаю. Про Максима. Так получилось, что они уже за четыре года, они меня вносят любезно в список самых сексуальных. То есть ты уже четыре года как самая сексуальная двадцатка? Не самая. Ну, в двадцать... Да, я когда-то, по-моему, двадцать пятая была. Я могу сумочку взять, спасибо. В двадцатке была двадцать пятая, да? Дадцать пятая, шестнадцатая... Чё-то, чё ты... Но фишка в том, что я никогда не снималась для мужских журналов. И, если честно, не планирую. Почему? Вот. Ну, не планирую ни я, ни мой муж, ни моя семья. Ну, не знаю. Мне это, наверное, пока, во всяком случае, не очень нужно. Пока есть что сказать и как это сделать другими способами, я, наверное, буду пробовать это как бы делать таким образом. Но ничего плохого я в этом, в принципе, не вижу. То есть, девочки, которые снимаются, ну, ради бога. У них это красиво получается и здорово. Здрасте. Спасибо. А вот как раз... Маникюр как раз тебе нужно будет сделать. Предлагают сняться в мужском журнале с бабушкой. Понимаешь, ну, это предложение сыпится каждый раз. Меня очень забавит тот факт, что каждый год, когда ребята из журнала Максим делают рейтинг, нужно присылать какую-то свою фотографию. Ну, для того, чтобы они в этот рейтинг поместили. И фишка в том, что у меня все фотографии, значит, то я в шляпке, то я в платье в пол, то я в пальто. Ну, в плаще. Кстати, одна из фотографий, по-моему, даже, может быть, была сделана тобой. Да. А мы как-то с тобой делали фотосессию, и я была в плаще. Да, да, да. Потом мне все говорили, что ты похожа на мордей. Да, это правда. Когда у меня было коре и челка вот так вперед, мне очень многие говорили. А как ты, кстати, реагировала на это? Ну, хорошо, мне приятно это сравнение. Почему нет? И с Натальей Селезневой еще иногда частенько, точнее даже, сравнивают. Ну, это скорее по образу. Видимо, большие глаза, улыбка, вот какое-то такое настроение. По факту, конечно, мы с ней не очень похожи. Наталья Селезнева – это которая хорошая девочка Лида. Удивительные девушки. Ну, это приятно, че. Я понимаю, как бы, в этом есть легкая ирония, но сравнивают и сравнивают хорошо. Про твою кинокарьеру, вот мне интересно. А, вот здесь будет большой пустой блок, мне кажется. Не собираешься ли ты заполнять? Мне кажется, вот все переснялись уже, кто только может, из комедии в фильмах каких-то. Тебе же прилетало, ты сама рассказывала, что какие-то предложения, что-то еще. Это же такие классные артистические данные. Спасибо за очень приятные объективные ответы. Я кино, наверное, даже немножечко побаиваюсь, потому что я именно в кино не работала никогда. Хотя, да, присылали сценарии. Были варианты, которые я отметала практически мгновенно, потому что, ну, там вообще настолько мимо и настолько не то, что хочется произносить в кадре. Были такие вещи. Пока не написали сценарий, который меня бы заинтересовал, как говорят настоящие большие актеры в таких ситуациях, почему они отказываются. Но, действительно, не хочется сниматься в чем-то очень-очень среднем или даже с очень хорошими актерами, но твоя роль тебя совершенно не радует, а более, ну, смущает. И ты уже на уровне прощения сценария думаешь, мне будет неловко потом это смотреть. А кого бы ты сыграла? Какую бы роль тебе была бы интересна? Конечно, Гамлет. Я не знаю. Я даже думала как-то... Мне кажется, наверное, у меня какие-нибудь роли появятся, может быть, знаешь, годам к сорока, к сорока пяти, когда я буду уже такая прям... Через год, да? Да, да, да. Неделю-полторы назад, собственно. Опоздали уже. Режиссер-соценноист. Когда я буду такая уже зрелая женщина и смогу играть интонациями, тоном голоса, ставить кого-то на место, какая-нибудь такая будет очень наделенная властью дама по роли, но при этом не без циничного чувства юмора. Не знаю, почему я себе такое придумала. Это вообще абсолютно не обязательно должно соответствовать правде. Ну, посмотрим. Как-то мне предлагали роль, например, мамы двоих детей. Это было лет шесть назад. И я понимаю, что, ну, у мамы двоих детей, ну, у нее даже, извините, ну, наверное, глаза по-другому светятся. Мне не поверят вообще, если я буду играть маму двоих детей. Возраст у меня подходил теоретически, но поскольку у меня же этого опыта не было, а у меня еще такой немножко, может быть, не сейчас на морозе с красным носом и в черной шапке вот с таким воротом, но в целом как бы где-то рядом с babyface. То есть тебе нужно сугубо предлагать роль рублевских дам из барьевых. Телочка нет. Тебе не надоело их играть, кстати? В комедии. Мы же отчасти-то это все равно порицаем. А если тебе дают в кино роль телочки, это уже ты играешь просто телочку, но ты обычно в жизни над этим смеешься. А здесь тебе дают роль, которую ты должна видеть или сыграть по-серьезски. Я откажусь от роли телочки, если мне такое предложат. Бисходос. Я не телочка и, наверное, на данный момент не мама двоих детей. Мне особо вот нравится номер с Верой Брежневой. Всем привет с Новым Годом! Всем привет! Какова это смотреть на Веру Брежневу снизу? Вот именно с такого ракурса, как ты смотрела. Мне кажется, немногие так. Да я же не смотрела на нее в этот момент. Ты с закрытыми глазами была. Какие интересные у тебя вопросы? Я не ожидала, если честно. Я готовился. Это номер. Да, если ты про момент, когда получается так, что она в длинном платье стоит, а я ищу свою сережку и пролезаю у нее между туфелью. Именно про это. Я чувствую зависть в твоем голосе, но я не воспользовалась ситуацией никак. И мы обе просто играли те образы, в которых были. Вот и все. Пропустила. Ну, как бы номер ценен не конкретно этим моментом. Но я рада, что ты запомнил хотя бы его. Так твоя актерская игра и самое главное там твоя актерская игра. Нет, там все в целом как-то работало. Мне показалось так. Но он веселый, в чем-то глупый, в чем-то забавный очень такой. Про это мы чуть позже поговорим. Пойдем чуть-чуть наверх. О, как классно я сказал. Как настоящий ведущий. Про это мы поговорим чуть-чуть попозже. К этой теме мы еще обязательно вернемся. А сейчас укладная пауза. Пока продолжим. Что ты гонишь? Блин, почему мы с собой не снялись, когда было теплее? Потому что я была занята. Да, ну как бы это был как бы вопрос в воздух. Который наш застудок от минус трех и четырех. Правда, наверное, твои зрители не очень меня сейчас вообще узнают. Да, это все из-за шапки. Из-за шапки, из-за удобного очень воротника. Здравствуйте. О, я хочу вот такой портрет сделать. Можно я сделал такой портрет? Да. Где ты похожа на какого-то опера. Индейского мальчика. Ну или так. Борин, я еще знаю, что тебе часто прилетает про твою азиатскую внешность. По крайней мере, срез глаз. Да. Есть ли у тебя вообще какие-то корни? К сожалению, ты знаешь, там такая ситуация, там непонятно. Точно Азия присутствует по маме. А ты не делала все эти генотесты? Я даже думала сделать такую штуку, просто интересно. И более того, у меня была сразу мысль сделать два раза с промежутком в какое-то время, чтобы сравнить, обманули меня или нет. Потому что если результаты разойдутся, естественно, значит, все это фигня. Но говорят, что действительно это все-таки работает, и можно узнать, какие крови к тебе навешаны. Узнаю сразу к тебе. Да, напиши мне, пожалуйста, сразу, мне это очень интересно. Как ты реагируешь на то, что у тебя иногда могут не получаться шутки в эфире, и люди не смеются, грубо говоря. Я очень редко с таким сталкиваюсь. Я не то чтобы выпендриваюсь по этому поводу, но действительно как-то… Над моими шутками всегда смеются. Нет, давай я скажу за себя сама окей. Действительно бывает такое, что ты говоришь, а люди догоняют не сразу. Но у меня крайне редко бывает такое, что я говорю какую-то шутку, не подумав перед этим. Потому что, по большому счету, все равно у тебя должна сначала… У тебя родиться должна какая-то идея по поводу чего-то смешного, потом ты успеваешь ее сформулировать максимально правильно, чтобы самое смешное еще и стояло в конце. Офигеть. И потом ты еще и думаешь, как это проинтонировать так, чтобы максимально правильно эту всю историю подать. Вот. И как бы эти процессы, они уже происходят сами с собой зачастую, но иногда ты приходишь в какие-то проекты и понимаешь, не надо сейчас шутить, не надо заполнять все паузы. Это тоже приходит с опытом, потому что, например, на большой завтрак, когда приходят юмористы, у нас всегда такой маленький бриф перед съемкой, что смотри, там будут некоторые технические чисто заминки, вот не нужно заполнять все-все-все вот эти пустоты собой, своими шутками и так далее. Просто потому что, ну здесь надо будет там подождать, пока, не знаю, там суп доварится. У нас все равно будет брак по звуку, здесь как бы шутить и говорить много не надо. А у тебя ощущение, ты сразу начинаешь нести ответственность за весь процесс, то есть как эта пауза, как люди что, сейчас ничего не испытывают, никакую эмоцию, надо же им ее дать. И ты начинаешь шутить и искать юмор везде. И это очень неестественно. Вот я не за то, чтобы, не знаю, взбивать воздух чем-то, как тебе кажется, смешным, а на самом деле далеко не всегда так получается. Нет, конечно, наверное, бывают какие-то промахи, но, может, я на них не фиксируюсь, поэтому не сильно их запоминаю. Есть еще такие моменты, что иногда, когда ты с публикой общаешься и, вот, например, в этом пятачке звук хороший, а дальше звук не очень хороший. Такой тоже может быть. То есть просто не до всех чисто физически дошел звук, не до всех дошла, соответственно, и шутка. Поскольку телепроцесс – это не просто вот как мы с тобой сейчас один на один разговариваем, хоть там увешаны датчиками. Если кто-то что-то не понял, ничего страшного, идешь дальше. Наверное, бывает такое, что и я тоже могу какую-нибудь глупость сказать, но я от нее быстренько уйду, и все, и мы как бы это и не заметим сильно. Надо вот пересмотреть все, что я тебе сказала, потому что я уже тут, наверное, наговорила глупости. Я офигел реально. Вот сейчас вот ты рассказывал, сколько у тебя процессов одновременно происходит. Какой-то у тебя процессор должен стоять в мозгу, чтобы ты сначала придумала, оценила реакцию, потом это поставила в нужное время. Процессор, наверное, какой-то стоит, но именно поэтому я зимой в шапке, я его берегу. И ты тоже в шапке. А что ты бережешь? Процессором там, на самом деле, не пахнет, просто… Кудряшки. Коллеги, твои, точнее, коллега один активно продвигает школу изучения юмора. Я не собираюсь вам впаривать свой курс. Скажи мне, насколько это вообще реально обучиться юмору? Я не знаю конкретно, что он там делает, то есть я никогда не была на их занятиях, поэтому, правда, объективно ничего тебе не могу сказать. Но я так понимаю, раз приток людей периодически происходит туда, раз он этим продолжает заниматься, значит, это приносит пользу. Большинство людей, с которыми я знакома и которые заняты в юморе, ни на какие специальные тренинги не ходили, если не считать мощным тренингом школу КВН, через которую многие прошли. Это действительно была большая закалка, но, в принципе, мне кажется, юмор, чувство юмора, оно формируется из книг, которые ты читаешь, из фильмов, которые ты смотришь, из того, что тебя вообще интересует вокруг, и плюс из конкретного окружения, то есть людей, с которыми ты общаешься. Очень здорово, когда эти люди тебя на какой-то промежуток времени старше, я им там, например, несколько лет, разница, то есть они тебе совершенно новую информацию дают, нежели твои сверстники. А очень классно, когда это люди образованные со своими взглядами, то есть ты еще больше каких-то нюансов получаешь. Вот входящая информация, она очень разная. То есть одно дело, ты приходишь в школу, другое дело, ты потом общаешься с друзьями мамы, потому что она берет тебя на свои какие-то посиделки. И там совершенно другой круг общения. И вот у тебя это все сращивается, ты замечаешь какие-то моменты, которые, может быть, ты бы так просто на них и не обратил внимания. Потом, когда я лично училась в ВУЗе, у меня появилось несколько таких крутых друзей, которые на меня так повлияли, и в том числе на развитие моего чувства юмора. Это Сева Москвин, у него замечательная семья, очень образованный молодой человек, мой хороший друг. Собственно, благодаря ему во многом появился Хоп Мусорок наш в этой версии, потому что он просто какой-то невероятно талантливый человек и в музыкальном плане, и языки он знает, и начитанный, и башка нереально работает. У меня вообще была очень недолгая, скажем так, история в КВН, но лично для меня, для моего роста очень продуктивная, потому что у нас была команда, у нас было пять человек. И я, кстати, там тоже была единственная девочка. А почему в классе нет девочек? Есть девочки. Леночка, что у тебя с голосом? Я манту намочила. И мы все были такие разные, при этом мы обращали внимание на какие-то вещи, которые нас веселили всех, они были нестандартные. То есть, например, у нас был номер «Винни-Пух на Старославянском». Кому грядем со свиньей? Великая есть тайна! Бо не глаголим мы всем! Он есть, он есть, он есть! Ну, это... Ну, сейчас я понимаю, вызовет такую реакцию. Что? Зачем? Что в КВН «Винни-Пух на Старославянском»? А нам казалось, что это очень весело. И мы действительно переделывали там некоторые конкретные фразы из «Винни-Пуха», которые соответствовали там старославянской речи. Это отголоски твоего филфаковского... Добро есть то! Да, 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 да. Кажется, смута грядет. Ну, вот такие вещи. И это было забавно, весело и нестандартно. Никто не говорит, что это должны все понимать и все над этим смеяться. Но нас это очень радовало. И благодаря тому, что мы варились вот в какой-то такой своей истории, вот мы как-то друг друга обтесывали, что ли, рихтовали, и вот формировали чувство юмора вот у нашей пятерки внутри нее. И это очень классно. Это я прям запомню на всю жизнь, мне кажется. Класс. Давай несколько портретов. Я хочу тебя здесь вот облокотить. Вот если ты внизу чуть-чуть спустишься. Только шапку давай попробуем снять. Давай шапки тоже сделаем. Хорошо, давай. У тебя получится руки чуть-чуть опереть. Зимняя съемка практически. Только вот это придется заделать. Иначе, ну, люди на это обратят внимание. Хорошо. Не то чтобы это как бы про всю программу в целом, да? Ну, на этот небольшой кусочек точно. А как ты вообще к фотосессиям относишься? Хорошо, когда не холодно. У вас фотографы здесь? Да, фотографы! Где? Любишь сниматься? Да, в целом, наверное, да. Без перегибов на эту тему. А перегибы это в чем? А вот, знаешь, есть девушки, которые в Instagram выставляют свои фотографии, и у них всегда есть посты про себя. А я иногда смотрю, и я понимаю, что, ну, у меня нет столько фоток, чтобы выложить их в нужном количестве, может быть, в Instagram. И, с другой стороны, я не всегда хочу делиться только своими фото. Мне интересно что-то выкладывать еще. Там на выставку сходила, выложила. Не себя, а выставку. Твои вот эти скетчи и вайны с твоих путешествий. Да, это я сама придумала. Это очень классно. Приехала я короче, называется. Приехала я, короче, такая в Прованс. Мне здесь очень нравится. На самом деле здесь очень классно. Здесь поле с лавандышами. А еще здесь есть наша русская ромашка. Это очень классно и это очень креативно. Спасибо. Собираешься ты это продолжать дальше? Слушай, я вот не хочу, чтобы это происходило неестественно. То есть если я приезжаю в какой-то город, и у меня там приходит вдохновение, мы с мужем накидываем какие-то пары идей, фраз дурацких, которые бы были органичны этой всей истории, приехала я короче. Мы это берем и снимаем. Если приезжаю в какой-то город, и совершенно у меня нет на это времени, я и не буду записывать. Я сейчас вспоминаю про гладиолусы. Вот, гладиолусы. А вот здесь вот на площадочке внизу бассейна, короче, там были бои. Дрались гладиолусы на мечах круглых. Я выложила тысячу лет назад гладиолусы. Во-первых, огромное количество людей поверили, что это правда. Очень мало кто узнал меня. Просто подумали, что вот какой-то вирусный ролик вот с какая-то девочкой появилась, которая просто тупит жестко, и надо ей написать гадости. Но не писали конкретно мне, а писали про меня, потому что не знали, что это я. Те, кто узнали, что это я, но не понимали, что это все сделано сознательно, писали, Марина, мы были о вас лучшего мнения, а вы, оказывается, настолько глупы, что не понимаете, что гладиолусы это не гладиаторы. Ну, такие сообщения тоже были. Гладиаторы, понимаешь, человек меня поставил на миста. Сейчас люди гораздо уже прошареннее и гораздо легче относятся к каким-то таким приколам, когда какое-то несоответствие. Ну, включи мозги, ну, подумай, ну, может быть, это сделано специально, может, это юмор, а не просто человеческая тупость. Чаеческая. Чаеческая. Насколько тебе сложно изображать тупеньких? Очень легко. Да? Это мое. У тебя нет никакого диссонанса, типа, вот, блин, какой я хренью занимаюсь. Ага, вот мы пришли к теме, о которой ты хочешь поговорить. Да, ради чего мы здесь все собрались. Говори, какой момент тебя смущает больше всего. У тебя нет диссонанса, что реально это, ну, как бы не твой уровень. Такое, ну, таких вот глупеньких изображать. Так как изображаю глупенькую я, не изображает никто. Это неплохо, нехорошо. Просто я это делаю по-своему. И многих людей это радует. И люди видят, что эту дурочку изображать вроде как не то, чтобы дурочка, которая... На самом деле. Да. Мне иногда очень приятно в это играть, но у меня уже довольно давно не было номеров, где я просто играю дурочку, телочку и так далее. Но для танцевальных треков этот образ иногда как никогда вообще подходит. Я тут в Дубаях, хожу кальяны на дынях. Наполовину дурочка, но наполовину просто женщина, которая может себе позволить отдыхать в Дубаях. Неважно, как бы, как она там, заработала на это, да. Но вообще дурок не подарок, как бы, я думаю, это дорого внимания. Это не дорого подарок, а дорого внимания. Как бы это все. Или вот это, я богиня дискотеки. Я пуп мироздания, я щас в центре внимания. Пока дурочки на самом деле существуют, почему бы их иногда не поигрывать. Это не жило себя. Может, их станет меньше от этого. Ты, то есть, носишь свою социальную пользу. Да, я верю, что comedy выполняет такую функцию. Хотя, возможно, не все зрители отдают в этом себе отчет, что есть определенная миссия у юмористических программ. Не только развлекательная, но и мы же сатира. Ну, правда, мы сатира. То есть, мы, по сути, гоголь, который использует другие немножко инструменты, у которого больше охват. Мы берем реалии какие-то жизненные, актуальные новости, и их на сцене comedy обыгрываем. Это работа в том плане, что это процесс, это трудоемкий процесс. Сочинение номера и постановка его, правильная презентация. Это не то, что ты за два дня взял такое, сделался классненько. Мне там за кулисье кипит. Вот, про под капоти я хотел с тобой поговорить, но чуть-чуть попозже. Давай пока залезем в фонтан. Я давно не была в фонтане. Со дня ВДВ, давай, нас не будут выгонять? Будут, конечно. Давай, раз, два, три, прыгаем вместе. Нет, я не прыгаю, потому что я сходила на тренировку, у меня очень болят ноги. Качаешь попу, приседаешь. Хожу на тренировки. Назовем это так. Когда ты последний раз в пустом фонтане фотографировалась? Дня четыре назад, наверное. Никогда. Расскажи мне про роль соцсети в твоей жизни. У тебя два с чем-то миллиона подписчиков. Ты какое вообще значение придаешь? Это моя территория, на которой я делюсь тем, что меня интересует, волнует, радует, веселит, что является частью моей жизни. Это какие-то мероприятия, это съемки, это друзья, с которыми я, допустим, давно не виделась, я с ними сфоткалась. Это новые проекты, это выставки, какие-то культурные мероприятия, это благотворительные истории. Я отношусь к этому как к части, скажем так, своего, может быть, даже дома. И это выражается в том, что если люди, например, мне начинают писать гадости, абсолютно необъективные, ну, когда вот здесь просто хамствуют, то я удаляю этот комментарий и даже не считаю нужным кому-то что-то объяснять. Это моя территория. Ты можешь какать головой у себя в аккаунте. Не обязательно заходить в чужой, в частности, в мой. Я здесь всем рада, всем адекватно. Но если здесь начинают хамить, я это просто защищаю. Если человек это делает периодически, я отправляю человека в бан. Зато всем остальным комфортно, мирно, приятно находиться. Потому что я уже замечала такие вещи, когда кто-то просто начинает, например, разводить какую-то, не знаю, межнациональную рознь. Вот просто с ничего. Сразу его удаляю и все. И я понимаю, что оп так, расправила опять покрывало и все гладенько, чистенько. Как будто тебя здесь и не было. То есть ты такая хозяюшка на своей территории. Хозяюшка, которая заботится не только о том, чтобы у меня там было чисто и комфортно. Но мне. Но и тем, кто туда приходит. Ну а почему нет? Мне не кажется, что я слишком серьезно к этому отношусь. Но абсолютно точно, если мне что-то не нравится, я имею право это убирать. Я не говорю про то, что все должны со мной соглашаться в комментариях. Писать только там какие-то хорошие вещи. Или если человеку не нравится новый проект, он не должен писать, что ему не нравится. Потому что я его удалю. Такого не будет, конечно. Пишите, что вы считаете нужным. Но находите слова нормальные. Если слова за гранью, значит начинаются какие-то маленькие репрессии. Маленький тиран Марина. Сделаем одну нетленочку здесь. Такая сюрреалистичная, конечно, фотография. Еще надо отпустить пар для пущего эффекта. А я думаю, есть он? Видно его? Чуть-чуть. Пойдем вот так вот по горочке вниз и есть пельмени. О! Как ты? Ты уже переминаешься с ноги на ногу? Нет, я не переминаю. Это просто, видишь, это клуб «Открытая щиколотка». Вот я ее пытаюсь подприбрать. Ты выросла, да? Да. Сначала интервью, да. Можете помочь это понести? Нет, нет. Какой-то тяжелый. Кеш, да, с собой носишь? Я не понимаю, короче, девушек, которые носят с собой маленькие сумочки. Это, наверное, какой-то талант. Я не умею. Сколько у вас времени проходит от того момента, когда вы придумываете шутку и оно уже выходит на сцену? У нас между съемками примерно бывает где-то месяц в среднем месяц. Сейчас будет интересный момент. Я буду спускаться сзади. Так, держись. Я могу держать тебя за руку. Давай. Спасибо. Но не факт, что я удержу тебя. Совсем не факт. Просто я могу держать в этот момент тебя за руку. Совсем не факт. Это приятно. Это уже приятно. Ощущать тепло твоих перчаток. Как ты без перчаток? Как так можно? Это у меня пальцы красивые, красные. Да, но их четыре уже. Примерно за две недели до съемки у нас всегда есть проверочные вечеринки. Они проходят в городе. И туда тоже покупают люди билеты, смотрят как концерт. Все резиденты абсолютно настоящие выходят. Но просто мы показываем материал, который готов не на 100%, а на 94%. Номер написан. Он может быть написан где-нибудь, ну, может быть, недели за три до съемки. За две недели примерно он проверяется в зале. Проверяются шутки, какие заходят, какие не заходят. Что нужно там переделать, добавить, убрать. И потом уже на съемке выдается стопроцентный результат, который чуть-чуть можно еще постфактум доработать монтажом. То есть где-то в течение месяца рождается номер. Сначала текст, потом, значит, дорабатывается текст, потом придумывается, как его поставить, кто будет какие роли играть. Если это музыкальный номер, то обычно и текст, и музыка примерно одновременно рождаются. Музыка у нас вся авторская. Ну, если это номер, не построенный на кавер-версиях, у нас просто часто спрашивают, а там, секса не будет, а, ну, откуда музыку взяли? Сами написали. У нас есть замечательные талантливые люди, и конкретно этот номер написал музыку. Андриан Мельников, он очень талантливый парень музыкальный, немало треков написал, и вот в этом, например, он помог нам с музыкой. В номере, где вы про цыган пели и про разные музыкальные жанры. А, да-да-да, музыкальные жанры, да? Да, у тебя же такой большой ассортимент. Расскажу я вам, ребята, про то, как люблю оперу. Ведь в ней есть всплески самых неожиданных местах. Почему ты не начнешь свою музыкальную сольную карьеру, что-то свое не записываешь? Слушай, может, к этому и придет через какое-то время. А ты думаешь вообще про это? Ну, я думала про это, и даже кто-то что-то предлагал, но, опять же, не было такого, с чем хочется ворваться в эту индустрию. Потому что мне очень приятно и интересно занимать ту нишу, которую я сейчас занимаю, на стыке юмора, актерства, вокальных каких-то способностей. То есть там, 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 по чуть-чуть, по чуть-чуть, хоп, и получается что-то такое вот своеобразное, нестандартное. Мне это сейчас нравится. А дальше посмотрим. Ну, ты так классно пела «Зомби» на авторайте, по-моему, это было. Это классно. Я тогда участвовала. Спасибо. Это очень классно. Голос мой, все свое. Это очень круто. Я в тот период участвовала в проекте, который назывался «Один в один». Там, где мы примеряли на себе порядка 12-15 образов. «Зомби» действительно один из, мне кажется, удачных. Там вообще номер сильный был. Я вообще типа Долореса Риорда, с короткой стрижкой блондинка. Лицо как смогли, подогнали, но не на 100%, конечно, получилось. Но неважно. Там тоже все было вживую спето. Насчет внешности не знаю, но голос у тебя прямо очень сильно. Вот этот тембр и все эти переходы. Ты знаешь, у меня иногда... Так классно. Спасибо. Как ты так подгоняла ритм, тембр под ее голос? Я просто когда-то кантри очень любила. И, видимо, наслушалась и наделалась это. Вот здесь вот я тебя впервые сфотографировал. Это такой классный. Да! Это было бы так. Ты что-то там доставала. Да. Я еще вспоминаю, как я до этого прям очень сильно хотел тебя сфотографироваться. Я говорю, блин, кровица. Ребята дружат, кровица. Я помню, с Колей просил договориться с тобой, что тебе познакомь меня с ней. Я уже хотел тебя сфотографировать. Ой, как забавно. Потом ребята открывают здесь заведение и вижу тебя. Я говорю, блин, класс, класс. Я сейчас сфотографирую. Почему ты мне не сказал, что у меня так смешно надета шапка? Конечно, вам, мальчикам, все равно. Простите, простите. Мы как-то вот ворвались сюда с тобой, Марина, и так не сказали, где мы находимся. Мы в тепле. В тепле. Это пельменная моих друзей. И твоих друзей, кстати. Привет, Коля. Привет, Коля. Да, привет, Коля. Привет, Миша пишет. Это называется «Лепим и варим». Это мои друзья с Навалием. Сейчас уже мы не работаем вместе на Камеди-радио, но так или иначе мы долгое время работали в рамках шоу «Счастливые лица». «Доброе утро, Америка». А до этого вообще мы познакомились на «Радио Маяк», когда я проходила кастинг и присылала из Петербурга резюме на всякие московские радиостанции. Вот оказалось, что на «Радио Маяк» был поиск соведущей как раз для парней, для Миши и Коля. Я прошла этот кастинг. Мы с ребятами уже несколько лет дружим, и я очень рада, что у них в гору идет вся эта история. А ты все еще на Камеди-радио? Да, я там в последнее время не так часто, к сожалению, появляюсь, потому что у меня сейчас Comedy Club, «Большой завтрак», «План Б», твой любимый «План Б». Я правильно поняла, что ты хотел прийти к Коле Бузовой, но у тебя не получилось, да? Меня, к сожалению, не взяли, я не прошел кастинг, сказали, что моя внешность немного не подходит под вкусом. Я думаю, что у тебя еще будет шанс, возможно, это не последний проект в Соле, где она ищет любовь, поэтому… Очень надеюсь, да, что она не найдет и будет ждать меня. Я надеюсь, что она найдет, но, возможно, в тебе. А, да, тогда не приходи на кастинг. Не твое это. Надо искать на другой стороне где-то. На сколько другой стороне? На стороне девушек… Послушай, это Москва, но не настолько другую сторону выбираете, дочь, прошу. Твои родственники этого не поймут. Договорились. Как ты подписалась на все это? Клан Буз? Хорошо, я не буду удалять твой комментарий, потому что, в принципе, ты просто не согласен со мной. Но ты не хамишь. До этого я работала в проекте, который назывался «Замуж за Бузову». И мы, Оля, искали любовь в Италии. К сожалению, что-то пошло не так в итоге. Хотя… У кого? Нашли человека, которого она выбрала. У них абсолютно точно была химия, но, к сожалению, потом не сложилось. Появился проект «План Б». Главный холостяк Comedy Club Тимур Батрудинов. Оля Бузова. И встретились там как друзья. Они помогают друг другу найти вторую половинку. Я не считаю, что это прямо трэш. Почему? Это для меня, как для ведущей, был интересный формат. Потому что я до этого никогда в жизни не работала в реалити-шоу. Это все равно какой-то такой социальный эксперимент. Но при этом без насилия над человеком. Эти люди сознательно пришли сами на проект. Их никто не тянул. Более того, возможно, их семьи даже не за это. А как бы их родственники узнают, что они пошли на проект только уже из самой программы. Забавно смотреть на людей, наблюдать за ними. Это классно, это интересно. Я не знаю, соглашусь ли я, например, еще на какие-то подобные проекты. Но сейчас у меня нет такого, что мне за что-то стыдно или я о чем-то жалею. Более того, я сама в этом проекте остаюсь самой собой. Нет того, что я себе изменяю, например, в этом проекте. Прямо получается такая рождественская история. Мария, развернись чуть-чуть, пожалуйста. А можешь чуть-чуть вперед облокотиться немного? Вообще отлично. Красота. Как у вас номера создаются? Откуда это вообще? Идея может исходить от нашего авторского цеха. Идеи, естественно, могут рождаться в головах самих резидентов, что зачастую происходит. Потом они дорабатываются каким-то узким кругом, например, музыканты. В какой-то момент отключаюсь я. Мы все это сочиняем, оформляем, приносим в редакторский цех. Там дают какие-то советы, корректировки и так далее. И вот такая общая работа рождает в итоге готовый номер. У каждого юнита по два, по три, по четыре порой номера на выходе. Потому что нужно делать программу. В программе не только общение с гостями, но и миниатюры, монологи. И все это надо записать на место. У вас как вообще это происходит? В течение года должно быть определенное количество номеров? В течение года должно быть определенное количество программ и определенное количество съемочных дней. Соответственно, в каждой программе должно быть, ну, там, около четырех-шести номеров в среднем. Бывает больше, бывает меньше. То есть у тебя, как у творческой единицы, где должно быть четыре-шесть номера за запись, да? У меня нет жестких рамок в этом плане, но у меня в среднем так и получается. Где-то два-четыре номера у меня в съемке есть, в пуле. В пуле у нас два съемочных дня. В одном съемочном дне примерно два-три мотора. Примерно вот пять моторов мы делаем за два дня, из которых потом рождается пять или шесть программ. То есть вы снимаете несколько передач, прог на несколько месяцев вперед, да? Ну, не на несколько месяцев, у нас же каждую пятницу новый выпуск. За исключением летних каникул. То есть летом чаще показывают уже что-то отснятое, а потом начинается новый сезон, который стартует примерно сентябрь-октябрь. Ты опять заново. Да как можно так придумывать каждый раз что-то новое? Да, охренеть можно. Так получается. У вас нету выгорания такого? Я думаю, что периодически оно случается в той или иной степени, но в целом, поскольку этот процесс еще и радует, и есть подпитка внутренняя, это не просто работа, но работа, которая тебе еще и что-то дает. И плюс все любят сцену, и всем нравится то, что они публичные личности. Это все вместе, оно как-то тебя и подталкивает вперед. А твоя публичность тебя не напрягает? Нет, в целом нет. Бывают редкие персонажи, которые иногда задают какие-то очень странные вопросы, а не про тебя. Например, я как-то села в такси, я была занята очень сильно, поздоровалась и дальше стала переписку какую-то вести. И мне водитель говорит, а вы же из Камеди, я вас узнала. Но я думала, конечно, вы повеселее в жизни. И вот это меня прям вот в какой-то момент заставило вскипеть. Но я ничего не выдала ему, ничего не стала говорить, но для себя отсекла, что вот есть люди, которым даже ну ничего не объяснишь, что у тебя вот эти вот пять минут, которые ты сейчас проедешь с ним, они должны быть посвящены чему-то другому. Я решаю сейчас вопрос. Ты меня выхватил зачем-то, сделал какие-то выводы, выдал их вслух, но окей, это твое мнение, что я недостаточно веселая для того конкретного таксиста. Бывают какие-то грустные моменты, мы все нормальные люди. Стендапы. Я не хотела никогда попробовать таким... Хотела бы, да, может быть. Может быть когда-нибудь. Монологом выступить. Это интересно, но... Про что бы ты пошутила? Ой, нет, не буду даже тебе говорить ничего. Это надо очень серьезно продумать. И если я вдруг с чем-то таким выйду, то я надеюсь, это будет... Классненько. Ты будешь, наверное, в своем таком углу. Нет, это будет слишком банально. Что-то новое. Да. А над чем бы тебе хотелось вообще пошутить? Какие темы ты еще не охватила, над которыми тебе было бы интересно в потенциале? Это очень сложно. Потому что очень сложно, в смысле, сформулировать ответ за две секунды. Мы столько уже перепробовали в комедии, и у меня было столько разных образов. Несмотря на то, что, возможно, тебе запомнили столько телочки, я в каком-то из номеров играла Меркель. Что же вы молчите? Вам кажется, что все это мне не идет? Где-то я играла мать, где-то я играла сварливую жену, где-то я играла девушку, которая умеет пить алкогольные напитки и не напивается, потому что она съела брикет сливочного масла. При этом мужчина рядом, там уже он отсутствует. Плюс музыкальные номера, где я с нормальным лицом просто пою в группе талантливых моих коллег-музыкантов. То есть, абсолютно разные вообще номера получаются, и я этому очень рада. А что будет дальше, очень сложно предугадать. В принципе, в любой теме можно найти что-то веселое. Если это никого не обижает. А на тем бы это точно не стало бы шутить? Ну, есть некоторые темы такие, они табуированные, они в любой юмористической программе не проходят, просто потому что можно действительно задеть кого-то серьезно, нехотя. Межнациональная рознь, политические какие-то моменты, религиозные аспекты. Это просто то, к чему у людей сформировано, у разных групп очень серьезные отношения. Зачем лезть туда с шутками? Это не всегда нужно и не обязательно совершенно. Конечно, у нас есть номера про кавказцев, и они смешны, и сами кавказцы потом это все репостят, смеются и наслаждаются. Это здорово. А какие-то более острые темы задевать, специально цеплять кого-то зачем-то надо. Я за то, чтобы юмор все-таки он радовал и вселял положительные эмоции. Я, возможно, сказала это со слишком серьезным лицом, да. Я за то, чтобы юмор, он радовал. Класс. Как ты реагируешь на неправильное ударение на твою фамилию? Я не думаю, что у меня есть неправильное ударение в моей фамилии. А у тебя все рабочие? Все рабочие. Я причем сама себе придумала, что если фамилию сначала называют, она как бы коровец. Если у меня сначала идет имя, то Марина Кравиц мне больше нравится по созвучию. То есть, смотря где у меня стоит фамилия, у меня как-то так со школы повелось. Давай взялой портретик так прямо сейчас и на этом я тебя отпущу. Такие глазки прямо грустные, большие. Давай, сфоткимся. Спасибо тебе большое, что согласилась на эту авантюру погулять в минус 4, посниматься. Точно минус 4, мне кажется, еще и гораздо холоднее было. Ощущается, как минус 15. Ну, это было занятно. Я тебе там, наверное, наговорила много всего. Ты уж справишься. Оставишь начало и вот это вот. Спасибо большое, что согласилась. Спасибо. Спасибо. Спасибо.